Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня у меня для вас обзор Panasonic Lumix GX80. Этот обзор я анонсировал еще в комментариях под роликом про LX100. Та камера мне очень сильно не понравилась. И я, конечно, понимаю, что бывают какие-то компромиссы по управлению, по эргономике или еще в чем-то. В общем-то, ко всему, на самом деле, можно привыкнуть, потому что, ну, прям абсолютно идеальных камер я пока что не встречал. У всех камер есть какие-то небольшие косячки, недостатки, ничего такого, к чему нельзя было бы приноровиться. Но LX100 оказался слишком уж корявым компактом, и мне он прям откровенно не зашел. Все же недостатки, которые у него имеются, очень сильно перевешивают, перетягивают на себя одеяло по сравнению с достоинствами, которые у него имеются. Конечно же, бесспорно, у него есть какие-то крутые функции, какие-то крутые фишки, но все же недостатков, по мне, так у него больше. Поэтому и к обзору на GX80 я уже подходил с той мыслью, что меня ждет сейчас очередное разочарование в Panasonic, в той компании, которая, в общем-то, мне в целом нравилась. Но внезапно камера оказалась достойной, и я был приятно ею удивлен. Взял я GX80 у своего приятеля на обзор, который пользуется ей уже несколько лет, и вполне себе ею доволен. Она его до сих пор во всем устраивает. Ну, единственное, что он хотел бы апгрейдиться, наверное, до какого-нибудь G9. Хотя обычно всю технику для обзоров я покупаю, в общем-то, стараюсь покупать, по крайней мере, за свои деньги, чтобы быть, ну, прям совсем уж максимально непредвзятым, и не торопиться, чтобы составить нормальное такое взвешенное мнение. Потому что некоторые камеры я использую месяцами, годами, реально годами некоторые камеры использую, чтобы понимать вообще, о чем я говорю. Потому что, когда ты берешь какую-то камеру на время, это не совсем удобно. Ну, сами понимаете, в связи с творящимся трешаком, моя покупательная способность довольно сильно скукожилась. У меня, помимо того, что и ZP сейчас на моей обыкновенной работе совсем микроскопическая, так еще и всяческие монетизации везде подключали, и я даже какого-то минимального прибытка не имею. Так что, если есть возможность, подпишитесь, пожалуйста, на мой Boosty. Ссылка у нас в описании находится. Можно также, в принципе, по QR-коду вот здесь вот сразу же туда залететь, если вы смотрите, допустим, на телеке или на мониторе, просканировали телефоном и сразу оказались, где нужно. Ну, и чтобы досконально разобраться в том, что из себя представляет GX80, нам необходимо, естественно, понимать то, какое место она занимает в линейке камер от Panasonic. У Lumix вся линейка камер, которые на Micro 4.3, очень строго разделена, и это очень важно тоже понимать. Кстати, если вдруг не знали, то в прошлом году бренду Lumix вообще исполнилось целых 20 лет, и за это время они выпускали огромное количество крутых инновационных камер, и некоторые из них были прям реально очень впечатляющие по своим технологическим каким-то находкам. Для примера, именно Panasonic выпустили самую первую беззеркальную камеру в 2008 году. Это Panasonic G1. У меня эта камера сейчас есть, и, если что, обзор на нее также будет на канале скоро. Но, правда, она не была какой-то суперинновационной, это просто, по сути, была камера в форм-факторе зеркалки, но при этом без зеркала внутри и со сменной оптикой. Ну и, действительно, для понимания я сейчас лучше вам объясню буквенные обозначения, которые использует Panasonic в своих камерах на Micro 4.3. Собственно, серия камер, у которых всего лишь одна литера G находится в названии, это как раз их фотофлагманы. Как я уже сказал, они примерно по форме своей и по внешнему виду напоминают классические такие однообъективные зеркальные камеры. У них удобное расположение органов управления, хороший хват и достаточно большая функциональность. На текущий момент флагманом в этой серии является камера G9. GH – это серия, которая больше ориентируется на съемку высококачественного видеоконтента, и здесь тоже большое количество органов управления, и форм-фактор тоже с хорошим хватом, но все-таки эта камера больше под видео, это видеофлагманы их. GF – это маленькие камеры с большим упором на тач-управление и несколько урезанным, конечно же, функционалом. Но при этом они довольно дешевые были и компактные, то есть это прям были совсем малышечки. Также достаточно маленькими являются камеры из серии GM. Вообще, самыми, наверное, маленькими на Micro 4.3, например, GM-1 – это вообще моя любовь. И камеры эти все-таки хоть и крошечные по размерам, но у них очень хорошее качество исполнения, тоже довольно большое все-таки количество органов управления при этом, как-то там втиснуто вот в этот маленький корпус, и являются скорее такими премиальными компактами, нежели просто какими-то маленькими дешевыми камерами. Ну и, наконец, серия GX, к которой относится наш сегодняшний герой. GX – это изначально достаточно маленькие камеры, например, самая первая GX-1 была вообще малюсенькая. Но со временем их форма и их содержание начали постепенно изменяться. И вот эти виды изменения привели к тому, что они стали такой золотой серединой между большими и мощными G и GH и маленькими крохотными GF и GM. GX – это, по сути, своей очень усредненная камера, но при этом и сбалансированная по техническим характеристикам и спецификациям. И, конечно же, эта серия гораздо больше сфокусирована на том, чтобы использоваться именно для фотографии. То есть, как я уже сказал, она для тех, кому все-таки G или GH серия слишком большие, и для тех, кому как раз-таки GF и GM слишком маленькими показались. Как раз пика своего развития эта серия достигла, когда вышла камера GX-7, и она являлась такой хорошей, превосходной камерой с очень крутыми спецификациями, крутыми возможностями, но при этом все-таки оставалась достаточно компактной. А вот следующая камера GX-8 оказалась очень-очень спорной. У нее были, конечно же, большие достоинства, такие, как, например, первая 20-мегапиксельная матрица на Micro 4.3. У нее, у первой для Panasonic, конечно же, появилась матричная стабилизация. Но в то же время она оказалась довольно крупной и тяжелой. И по своему форм-фактору и по своему расположению кнопок она скорее напоминала какую-то из середины нулевых Panasonic L1. Это была такая камера с линзой Пора, очень прикольная. У меня обзор, кстати, тоже будет скоро на несколько камер из той эпохи. Ну а после выхода GX-8 в 2016 году Panasonic вообще приняли решение о том, что они упраздняют серии GF и GM. И теперь у них степень крутизны камеры определялась количеством цифр, находящихся в названии. Оставили они только G, GH и GX. Так, например, G9 и GH6 являются флагманскими камерами, самыми крутыми. Ну а, к примеру, G80 или наш сегодняшний герой GX80 являются такими полулюбительскими, полупрофессиональными, но все еще довольно интересными по набору характеристик. Ну а какая-нибудь малюсенькая GX800, она является самой такой вот любительской, самой простенькой в серии. Ну и, конечно же, когда Panasonic решили сделать, наконец, такую промежуточную камеру, которая являлась чем-то средним между GX-7 и GX-8, то есть брала от них все самое интересное, где-то при этом все-таки были какие-то упрощения, путаница еще сильнее усугубилась, так как назвали эту камеру во всем мире по-разному. Например, в той же Японии эта камера называлась GX-7 Mark II, в Америке она выпускалась под именем GX-85, а в Европе под именем GX-80. Ну, отчасти поэтому у меня вот такое вот и странное название у видео получилось, то есть, ну, всем не угодишь, но придется указать все названия, под которыми она выходила, чтобы было понимание, про какую я камеру вообще говорю, вдруг меня все-таки смотрит кто-то из-за рубежа. Так что получается, что GX-80 оказался средним в серии камер, которые и так являются достаточно усредненными. средний среди средних, так сказать. Но компромиссы, которые здесь имеются у этой камеры, они все-таки достаточно разумные в плане характеристик, и местами, если как следует приглядеться и распробовать эту камеру, то ты понимаешь все-таки, что оказывается, что она даже кое в чем лучше, чем GX-7, и кое в чем даже лучше, чем GX-8, которые вроде как должны выше ее стоять. Но давайте пойдем по порядку, расскажу сначала вам про то, как камера лежит в руке, как она управляется, про кнопочки, и вот это вот все. Камера маленькая, но легкой ее не назовешь. Весит она все-таки примерно полкило. Впереди тут имеется такой небольшой намек на выступ, такой хват. Значит, сзади также довольно символический такой тоже выступ для большого пальца. Все это, конечно же, покрыто довольно-таки приятной, не скользкой резиной с текстурой под кожу. И, в принципе, лежит в руке она хоть и не идеально, но более-менее комфортно. Камера отлично сбалансирована для использования, ну, с некрупной какой-то оптикой. Например, Blinazum 1232 неспроста шел с ней китом. Я же в основном гонял с объективом 1260, китом, который применялся с более крупной камерой, у которой уже полноценный хват G80. И с ним еще ничего, хотя все равно чуток перевешивает. А уж с более крупными объективами камерой бы стало пользоваться совсем неудобно. И раз уж мы говорим о хвате камеры, хотелось бы отметить абсолютно ублюдочное, абсолютно какое-то уебанское расположение крепления для ремешка. Оно очень сильно смещено вперед, и ремешок у тебя или между пальцев оказывается вот так вот, здесь вот болтыхается или над этим пальцем, и он тебе трется об него постоянно, потому что тебе надо на спуск нажимать, а у тебя тут ремешок просто мешает. Короче, дико бесит то, что он постоянно теребонькается о пальцы, как бы ты ни пытался перехватить камеру. Сдвинуть его чуток назад было бы отличным решением, но тут, во-первых, идет шов, где камеры два куска сочленяются, передняя панель и задняя. Также тут у нас нагромождена кнопочка включения, про которую мы еще поговорим. И, в общем, тут его больше девать-то и некуда получается. Ну, это такой довольно значительный косяк по эргономике с точки зрения инженерных решений дизайнерских. Ну, ладно, это терпимо, с этим можно жить. Сверху есть нормальный горячий башмак, и даже хватило места для того, чтобы здесь разместить встроенную вспышку. Она маленькая, но ее можно при этом вверх направить, например, она на такой гибкой ножичке находится. Не знаю, ее мощь я не проверял, смысла в этом большого не вижу. Тут же рядышком находится отдельная кнопка для видео, кнопка спуска, вокруг которой колесико для изменения настроек. Оно с довольно приятными щелчками, мне нравится. На углу супер-пупер тугое колесо для изменения выбора режимов, а под ним находится рычажок включения. Странное место, но, опять же, не худшее. Тут не знаю, куда еще его деть на этой камере. Ну, и, конечно же, между этими колесиками ожидаемо копится людское сало и отмершие клетки эпителия, которые оттуда хрен вычистишь. Такой вот здесь труднодоступный закуток, никакой кисточкой их оттуда не достать. Сзади нас ждет полный набор важных кнопок и человеческая крестовина. Кнопки, четыре штуки здесь программируемые. Еще одно колесико сзади есть для изменения также функций. Оно, кстати, к тому же еще и кликабельное, тоже вызывает дополнительные функции и также программируется. Экранчик тут на миллион пикселей, яркий, достаточно неплохой. Также он имеет откидную конструкцию, но при этом у этой конструкции нет нормального какого-то, не знаю, какой-нибудь выемки сбоку или снизу для того, чтобы его подхватить. Как-то очень уж он, так сказать, неудобно откидывается. Мне не нравится, когда нет возможности как-то зацепиться за него более уверенно. Но в целом удобно. Мне нравится, когда экран откидывается вверх-вниз вот так вот, не обязательно уж прям по всем осям, чтобы вертелся. Ну и, конечно же, экранчик этот сенсорный. Можно управлять и в меню, и всеми настройками, и всем на свете. Везде полазить самостоятельно. Я считаю сенсорное управление на Panasonic одним из лучших вообще, в принципе, наряду с тем, что есть у Canon. Электронный видоискатель смещен в верхний левый угол, как у LX100, на который я недавно делал обзор. Да, в стиле дальномерок это, конечно. Разрешение у него довольно приличное. 2,7 миллиона точек. Эффекта желе, когда двигаешь камеру и при этом смотришь в экран, не наблюдается. Обновление у него действительно, скорость-то очень быстрая. EV очень помогает в яркую солнечную погоду, когда этот экран уже начинает все же пликовать, хоть и он довольно яркий. Но если когда ты снимаешь камеру повернуть вот в такое положение, то есть ты смотришь вот сюда, визируешь, и у тебя нос оказывается здесь, то начинаешь задевать носом сенсорный экран, и можно таким образом сбить точку фокуса. Поэтому если на эту камеру собираетесь снимать, не забудьте вот так ее держать, когда будете фотографировать, когда будете визировать через этот экран во вертикальном положении, чтобы носом по экрану не лозить. А еще этот экранчик здесь наглухо прибит, то есть он не имеет возможности менять угол наклона, как это было, например, у той же GX7 и других полноценных камер из серии GX. На правом боку здесь находятся всего два разъема, это micro HDMI и micro USB. По USB камера может при этом заряжаться, даже от пауэрбанка. GX80 при этом пишет 4K, но разъемов для микрофона или наушников здесь ни на одной грани нет, да и в целом по видеофункционалу она максимально порезана и позиционируется как все-таки в большей степени фотокомбайн. Резьба для крепления штативной площадки посередине, что хорошо, потому что она не будет мешать открывать эту крышечку в большинстве случаев, но она смещена сильно вперед, что довольно плохо, ибо площадь сцепления с площадкой будет меньше, у тебя половина будет в воздухе этой площадки находиться. Аккумулятор у камеры тут на 1025 мАч, BLG10, такой же как у GF3, GF5 и GX7, например. Рядом с ним устанавливается SD-карточка. Говорят, что матрица у GX80 такая же, как у GX7, потому что ориентируются на то, что она 16-мегапиксельная, но не знаю, мне так не кажется. Или тут сенсор стоит, который несколько новее, потому что эта матрица шумит значительно меньше при вытягивании, допустим, теней, то есть если ты пытаешься тени немножко приподнять, шумы появляются гораздо позднее, чем на той же GX7. В то же время и в светах, хоть и незначительно, но чуть больше сохраняется деталей. Динамический диапазон вполне достойный для такой камеры. Он вполне себе на уровне некоторых флагманов Micro 4.3. Сцены с большой разницей в яркостях этой камере вполне себе по силам, но все-таки с поправкой на то, что это не полный кадр и даже не APS-C, но как для Micro 4.3 динамический диапазон, я бы сказал, отличный. Мне для большинства ситуаций, в которых я снимал, того DD, что имеется у GX80, хватало просто за глаза. К тому же матрица лишена сглаживающего фильтра, поэтому детализация тоже остается на высоком уровне, и этой камере вполне себе по плечу и пейзажные какие-то съемки. Трава и ветки и какие-то другие мелкие детали, они не превращаются ни в коем случае в кашу. При этом процессор достаточно неплохо справляется с подавлением муара, потому что на каких-то повторяющихся структурах или на текстурах каких-то мелких я не смог почти что муара никогда поймать. По сути, я только на одном снимке заметил вот прям такой визуально отчетливый муар. Это было на какой-то тканевой оплетке от рукава. Ну да, там появились разводы. С шумами у камеры, в общем-то, такая же история, как и на всех камерах микро 4.3. До ISO 800 там вообще все в полном порядке, но те же 1600 ISO уже являются предельным значением, на котором еще можно при хороших обстоятельствах получить приемлемое изображение. Но не забывайте, что Panasonic теперь снабжает свои камеры матричным стабилизатором, и он достаточно неплохой. Конечно, он не дотягивает до того уровня, который имеется у Olympus. Например, на широком углу, который эквивалентен 24 мм, он вполне себе легко позволяет вам сделать выдержку с рук на 1,4 секунды. Если же слегка приблизить до эквивалента 50 мм, то здесь еще вполне можно получить нормальные кадры на выдержке 1,6 секунды. Если еще сильнее увеличивать, то также по экспоненте несколько уменьшатся все-таки возможности, то есть там 1,8, 1,10, но все же это позволяет во многих ситуациях не поднимать ISO выше 200 единиц. Проблемой для вас может стать только лишь полная темнота, если у вас нет с собой никакого штатива, но я думаю, что на эту камеру, на GX80, никто не станет снимать внезапно где-нибудь в шахте, в угольном забое при выключенных фонарях. Ну, то есть это совсем маловероятная ситуация. В городских условиях можно в ночи не поднимать выше 200, выше там 400 ISO, вполне себе, и при этом снимать с рук и не таскать с собой штатив. И это очень хорошо. Ну, и, конечно же, благодаря высокой резкости и тому, что стекла, выходящие под микро 4,3, почти что все фокусируются с очень близкого расстояния, этой камере тоже подвластно макро. И тут мне повезло вдвойне, потому что использовал я ее с китовым объективом 12-60 мм, у которого микроконтраст вообще запредельный. С цветами по умолчанию, похоже, тоже неплохо поработали, потому что у Panasonic GX80 они, конечно, не идеальны, прям сразу скажу, но таких жестких проебов по балансу белого, как были у LX100, здесь не наблюдается. Что интересно, у Panasonic на их старых матрицах, еще 12-мегапиксельных, там в самом начале, которые начинались еще с G1 и там до GF5, наверное, да, примерно были, на них был довольно неплохой цвет. Тоже, опять же, да, не самый лучший на свете, но был интересный, такой с характером, с какой-то даже своей изюминкой немножко. Затем появилась большая череда камер, у которых была новая матрица на 16 мегапикселей, и от самой матрицы, конечно, я не думаю, что сильно что-то зависело, но, видимо, что-то с алгоритмами там у них пошло не так, и вот у многих этих камер наблюдались проблемы с балансом белого. Тот же GM1, который я сильно расхваливаю и который я люблю, у него местами цвета были, ну, так себе, и вот эти все камеры, они требовали довольно большого внимания на постобработке. Они частенько в относительно таких сложных условиях промахивались по балансу белого, особенно там в сумерки, допустим, с утра или вечером, они могли значительно так промахнуться куда-нибудь вообще там в синеву или в мадженту, совершенно непонятно, по какой логике при этом это действие происходило, но после 2016 года, видимо, когда как раз еще и пересмотрели модельный ряд, тех людей, которые отвечали за алгоритмы цвета, есть у меня такое подозрение, их выгнали просто ссаными тряпками куда-то на улицу, наверное, с голой жопой, потому что после этого цвета наладились, они стали, ну, не то чтобы прям идеальными, но стали гораздо лучше, чем были до этого. Автофокус у камеры только по контрастному методу, и это во многих ситуациях все-таки скорее плохо, чем хорошо. Вообще странно, что до сих пор Panasonic так держится за контрастными метафокусировками, они его, конечно, развивают, там, улучшают, крутые алгоритмы туда внедряют, но черт побери, ребята, ну, у всех уже фазовые датчики на матрицу закинуты, и все прекрасно фокусируется. Ну, я думаю, понимаете, что при контрастном фокусе, следящий фокус, ну, полное говно, он постоянно рыщет туда-сюда, теряет объекты, и смысла от него примерно никакого нет. Но при этом одиночная фокусировка, она за счет алгоритмов как раз-таки у камеры просто молниеносная, очень быстрая, тихая, все супер резко происходит, никаких проблем именно с одиночной фокусировкой я никогда не испытывал на камере. А мне в большинстве случаев этого и достаточно. По большому счету, стрит-фотографии при одиночном фокусе у тебя на промахов не допускает, ну, и замечательно. И вот как раз для стрит-фотографии я считаю, что эта камера является отличным инструментом, потому что у нее довольно большая гриб, если ты прикроешь диафрагму, все-таки это micro 4.3. Фокус очень быстрый, есть отличный тач-интерфейс, экранчик при этом у тебя поворотный, то есть все очень удобно, все быстро, четко и происходит. При этом у нее также и отличный электронный затвор, который звуков никаких не издает, и у него нет большого роллинг-шаттера, потому что считывание с матрицы очень быстрое. Да и как просто камера, которую ты используешь для того, чтобы снимать каждый день какую-то ерунду, просто положить ее в карман и идти не снимать каких-то значительных сюжетов, а просто походя подмечать какие-то мелкие детальки, вполне себе вещь подходящая. Ну и я скажу, что GX80 мне, в общем-то, понравилась. Камера не претендует на то, чтобы быть какой-то супер-выдающейся, супер-крутой в какой-то области, но при этом она является очень удачной, она во многом универсальна и для многого подходит. Конечно, тут нет влагозащиты, как у каких-нибудь топовых люмиксов, естественно, функционал у нее несколько подрезан, но при этом у нее имеется довольно хорошая матрица, хоть и на 16 мегапикселов, есть довольно крутой стабилизатор на этой матрице, и ей вполне себе удобно пользоваться в своей повседневности. Это отличная вещица на каждый день, если не ставить перед ней каких-то невероятных сверхзадач. Если здраво рассудить, то можно понять, что в принципе тех возможностей, которые предлагает GX80, большинству фотографов хватило бы просто за глаза. Ну что ж, будем считать, что Panasonic передо мной реабилитировался после того, как я обозрел не слишком удачную LX100. Вам, я надеюсь, было интересно посмотреть мой свежий обзор, так что ставьте лайки, подписывайтесь, также напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем хороших снимков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok